Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Арина Мухамедовична, это подкаст Альма Матер, и у нас сегодня в гостях замечательная, прекрасная, солнечная Лисанна Рафисовна Каюмова, доцент кафедры начального образования, сфотопсихологии образования Казанского федерального университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о буллинге. Но перед тем, как мы к этой теме перейдем, мне очень хочется поднять вашу экспертность в глазах наших зрителей. Я знаю, что вы преподаете. Как вообще пришли, собственно говоря, к преподаванию? Началось всё с 16 лет, когда мы с тетей, моей любимой тетей, решили то, что стоит, наверное, продолжить обучение в рамках колледжа, именно педагогического. Тетя была влюблена в эту систему, ее любовь, видимо, передалась мне. Кроме того, у деда бабушка у нас была учителем русского языка и литературы. Даже работала и на территории Ашхабада, то есть и союзных республик. И далее 16 лет поступила в колледж. После этого были очень долгие скитания мысли относительно того, оставаться в этой профессии, либо же уйти в другую профессию. А как говорят наши как раз-таки учителя, мои наставники, теперь и я своим говорю, это что главный скилл как раз-таки педагога в том, что мы учимся выживать в любых условиях, в любых ситуациях. У нас вот это отработано на уровне, наверное, даже генетики. После колледжа поступила уже в университет и дали в аспирантуру. А мы с научным руководителем и с научными наставниками выбрали как раз тему подготовки учителя к рискам образовательной среды. В рамках своего исследования мы изучали разные факторы, которые влияют на педагога, и из-за этих факторов чаще всего молодые педагоги уходят из профессии. То есть не из-за того, что они не любят эту работу, а из-за того, что кроме преподавания школа содержит очень много аспектов, которые так либо иначе влияют на личное состояние педагога, на его удовлетворенность профессий, на его работу в том числе. И одним из как раз таких факторов является и буллинг. Мы придумали, применили определенную технологию для отработки у педагога определенных качеств, которые позволяют выживать в этих условиях. Это вот как раз таки в том числе и форум-театр, которым мы занимаемся. Вот да, я знаю, что вы не только преподаете, у вас есть мастер-классы, вы помогаете, собственно говоря, педагогам бороться вот с такими временами, как буллинг. Расскажите немножко, как вообще это происходит? Эта технология была, на самом деле, придумана давным-давно и была придумана в той сфере, которая ни в коем образом педагогов не касается, педагогов школы, скажем так. В какой-то момент преподаватели медицинского вуза в Европе выявили то, что оказывается, кроме предметной подготовки, то есть умения делать условно уколы, вправлять вывихи, ухаживать за больными, нужно еще что-то, чтобы позволило медсестрам общаться со своими пациентами, а именно эмпатийность. Этой эмпатийности не хватает именно, что называется, в хард-условиях, таких вот жестких условиях. Что делать, если перед вами случилась нервная истерика? Ну, представляете, вы работаете в хосписе, и человек только что узнал довольно-таки неутешительный диагноз. Идет определенная эмоциональная реакция. Как на это среагировать? И как раз в этот период они придумали форм-театр. Это технология, которая соединяет театральную часть и как раз-таки обсуждательную, что называется. Далее эта технология развивалась, и она попала в систему, как раз-таки в социальную систему, сферу в России. Я как раз когда первый раз это увидела, я сказала, хочу. С 16-го года, то есть первого принятия кураторской группы, до сегодняшнего дня мы занимаемся форм-театром как технологии подготовки педагогов к условиям риска. Даже могу сказать, это, наверное, некоторая такая эмоциональная вакцинация. То есть мы их трясем в управляемых условиях, показываем всю оборотную сторону. И по нашей гипотезе, увидев эту историю вне рамках нашего мастер-класса, сознательно, подсознательно происходит понимание. Это я видел. Здесь может быть вот так, а может быть вот так. Значит, я могу адекватно среагировать. Мы в основном работаем либо по запросу, либо по актуальным рискам. То есть о чем сейчас говорят в школьной среде. Например, были выступления и по эйджизму, то есть буллинг молодого педагога, потому что она просто молодая. Больше работы, классная руководство. Бывает. Я думаю, это между поколениями только такая история. Нет, нет. Даже в таком смысле. Да, это называется эйджизм. Сколько проблем в современном обществе существует. Не только в школе, это везде. То есть любая профессия, молоденький пришел, начинается накладывание определенных обязательств. Бывает и обратно. Вы уже постарели? Пока-пока. И как раз таки доведение до пока-пока, это тоже эйджизм. Либо была история как раз период активности АОЕ. Мы ставили как раз по криминалу выступления. Мы ставили как раз другой ребенок. Это когда ребенок другой национальности появляется в нашем классе. То есть класс, он сформирован, он давно уже вместе живет, работает, что называется, уже пятый либо седьмой. То есть дети друг друга довольно долго знают. И сюда мы включаем другого ребенка. Каждый раз, когда мы это обсуждаем, то есть у нас вот эта театральная часть, потом обсуждательная часть. И после этого мы еще оставляем немножечко времени, чтобы педагоги подошли к нам. И мы с ними обсуждаем. А вы поверили в это, то, что мы сыграли? Они говорят, да, это у нас была секта. Вот последняя как раз, одно из последних наших выступлений. Религиозная секта, либо социальная, некоторое, скажем так, такое объединение. Мы берем камву. То, что была некоторая, условно, девочка, она была в сложное состояние, но что называется, как раз таки, когда у нас силы немного уходят, по разным причинам это может быть, и она может попасть в секту. Вот это и есть у нас история канвы. Дальше мы подбираем ее окружение, этого человека, девочки, допустим, да, и исходя из своей проектной группы, мы решаем. Также мы еще отрабатываем, кого они играли и кого еще не играли. Например, допустим, условная Маша всегда играла агрессора. Нехорошо. И она так и говорит, я давно не была жертвой, давайте что-нибудь намутим и сделаем так, чтобы я была позицией жертвы. Окей, хорошо, спускаем. И дальше каждый субъект прописывает свою историю. Мы не пишем сценарий, мы пишем свою историю. То есть, почему, условно, Маша стала такой? Какие у нее проблемы? Какая система взаимоотношений в семье? Опять, хорошо, берем мамочку. А почему она такая? Не просто же так человек становится грубым, злым, есть замечательный мультик про Стоквашино, да? Вот велосипеда у меня не было, поэтому я такой был злой. И здесь то же самое. Что же с ней случилось? Чего ей не хватает? Маме. И таким образом мы собираем окружение, а уже после окружения мы собираем историю. И как раз-таки еще один такой важный момент. Каждый участник может здесь проговорить свое чувство, свое отношение, то, что хотел сказать, но не смог, например, да? Мы здесь боремся еще как раз-таки эффектом закрытая дверь. Мы закрываем дверь. Ой, надо было так сказать, но не сказал. А мы как раз открываем эту дверь. Иди, скажи, сделай так, расскажи свою печаль. Ну и определенную, скажем так, в рамках определенной границы. Мы говорим, что ругаться у нас нельзя, не цензурными словами трогать моих актеров тоже нельзя. То есть я за это стою. Я знаю, что у вас еще есть и личный опыт. Вы непосредственно сталкивались с буллингом, причем были и в качестве жертвы, и в качестве агрессора. И надо да уж сказать, что я, в общем-то, тоже сталкивалась как раз с третьей стороны. Я была наблюдателем. Когда говорят про буллинг, почему-то в первую очередь говорят о жертве. Но при этом есть еще другие участники. Я считаю, что в принципе в ситуации буллинга все абсолютно участники жертвы. И все страдают просто по-разному. И все-таки у всех есть причины так или иначе себя вести. Давайте начнем с того, что такое вообще буллинг простыми понятными словами. Потому что слово популярное, все используют, все знают. Но как-то немножко растекаются границы, растекается понимание. Вот что конкретно буллинг, а что нет. Как понять, что это он, а это не он. Как, допустим, отличить буллинг от какой-то агрессии, от каких-то оскороблений или от какого-то жесткого такого юмора, черного юмора или сарказма? Ну, во-первых, надо знать как по природу, да? И человека, и человечество. Агрессия, она природой обусловленная. Это некоторый механизм выживания. Так же, как и страх, как эмоции счастья. Это как раз-таки механизмы, которые обеспечивают нашу жизнь. Но если у нас происходит систематическая травля, вот как раз-таки мне нравится больше... Я за русскую формулировку буллинга, да? Да, травля. Происходит систематическая травля. Она продолжительная. Она повсеместная. То в этом случае мы говорим как раз, что называется, про буллинг. Эпизодическое подкалывание, вот это вот сарказм какой-то, да? Либо эпизодический выплеск, агрессия, это нормально. Это не буллинг. Абсолютно в этом смысле любой может стать жертвой. Потому что он не такой низкий, высокий, худой, толстый, с очками, весь. Случилось то, что пубертат у него раньше начался, либо наоборот, позже начался, да? То есть мы говорим про фигуру, допустим, девочек и мальчиков. Это всё может стать причиной. Здесь мы должны тихонечко отходить от понятия вот вективности, да? Это жертва сама виновата, то, что она стала такой, то, что на неё набросились все. Вот вы разделяете мою боль касаемо того, что популярнее гораздо английское слово буллинг. Хотя оно гораздо мягче звучит и вообще не ассоциируется с чем-либо плохим, потому что я просто по себе знаю. Я с самим буллингом познакомилась раньше, чем с этим словом. И когда мне сказали буллинг, когда я услышала это слово, я не знала, что оно значит, но я была очень удивлена, когда я узнала, что это оказывается травля. Это издевательство. Русское слово «травля» звучит жёстче и, мне кажется, гораздо более точно передаёт суть вообще этого явления. Это попытка эвфемизма. То есть не украсть, а одолжить. Да. Да, не травить, а буллить. Вроде бы симпатичнее, когда мы что-то не до конца понимаем, это более мягко звучит и можно как-то вот так вот обойти. Ну, побулили немного. Сейчас очень много интересных выражений. Вот как раз сегодня занималась, наверное, газлайтингом. Такой же один из видов. То есть здесь как раз подшучивание, сарказм и определённый, скажем так, вот как раз вот таки процесс по подкапыванию под человека. Да, то есть студенты как раз сдавали диплом. Если я это назову газлайтинг, они, наверное, посмеются и пойдут. Да. Скажут, ну ладно, Александра Афисовна сегодня не травила меня, она, в принципе, немного токсичная и сегодня отгазлайтилась. Хорошо, а если мы говорим про это как травля, здесь уже, да, серьёзнее. Тут я приведу, наверное, очень грустную статистику и, наверное, собственно, это ответ на вопрос, почему мы сегодня об этом здесь сидим и говорим. Анна Кузнецова, будучи уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребёнка в сентябре 2021 года, сказала, что 55% детей в российских учебных заведениях подвергались травле. И 39 из них предпочли об этом умолчать. И это, я считаю, основная вообще проблема буллинга, потому что об этом люди, которые с ними сталкиваются, предпочитают не говорить. И мне кажется, особенно это страшно в случае с детьми, потому что у них вообще нет никаких механизмов защиты, как правило. Из какого возраста ребёнок может столкнуться с буллингом? Если семья неблагополучная, ребёнок рождён нежелательно, либо же какие-то процессы произошли, которые на него опять-таки перенос совершили, этих вот как раз-таки отрицательных отношений, эмоций, то в этом случае ребёнок буквально с малого детства может стать жертвой буллинга. Это в семье. Если мы уходим от семьи с того момента, как ребёнок начинает социализироваться в детской более большой, даже не детской, а смешанной, например, воспитателей есть и нянечки, более большой группе, то есть это как раз садик, буквально с трёх, либо с года с половиной, если это ясельки. Я в шоке была, когда узнала, что в таком возрасте может быть буллинг. Может быть. То есть момент как раз... Но может ребёнок не осознавать. Более того, если мы говорим про компоненты буллинга, в том числе насилие, оно бывает физическим, это более показное. Вот физическое насилие относительно ребёнка всё-таки наступает позже. Хотя есть уже случаи, скажем так, в истории, публикации, когда по какой-то причине какой-то педагогический, либо обслуживающий персонал периодически даёт, скажем так, физически воздействует на ребёнка уже в садике. Это тоже есть. Но в основном, когда в отношении ребёнка в малом возрасте, мы говорим уже про эмоциональное насилие и психологическое насилие, ребёнок по какой-то причине вызывает именно негатив у субъекта, и субъект начинает иногда просто игнорировать потребности ребёнка, его просьбы, и ставит буквально какую-то рамку, что этого рядом ребёнка нет. Вроде бы как рукой не прикоснулись, не побили, не дай бог сексуального насилия тоже не было, но ребёнок страдает. Ну, дальше переходим мы уже в начальную школу. То есть после момента осознания самого себя, три года ребёнок начинает понимать, что это ненормально. Там Машка во дворе весёлая, такая же, как она, и она весёлая каждый день, а я почему-то страдаю. Почему я страдаю? Я не такой, как все. И начинается самокопание, которое глубже может уйти. Уже в начальной школе мы говорим уже более, можно даже сказать о вторичной социализации, иногда ресоциализации, если ребёнок рос до школы, скажем так, в неблагополучных условиях. И здесь уже происходит уже более сильное осознание себя, как не такого, который оказывается недостоин чего-то там, из-за чего на него это происходит воздействие. И дальше средняя и старшая классы. Дальше поступает вуз, либо колледж, смотря что он выбрал. Таким образом, на любом этапе бедный человечек, маленький, он может стать жертвой. На этапе своей сознательной жизни, я уже говорила, и работала и в школе, и в садике тоже была воспитателем, и сейчас в вузе работаю. То есть множество было случаев, когда и попадали дети, которые... Вот девушка очень красивая, она яркая. Не взлюбили. Следующий момент. Ребёнок имеет определённые особенности по рождению. Ментальные, скажем так, нарушения. Опять происходит эта вот как раз история. Ребёнок приёмный. Причём с родителями хорошие взаимоотношения. Но одноклассники это узнали. Пошло-поехало. Ребёнок откуда-то с другого места приехал. Причём это бывает иногда. Родители переехали из села в город. Я всегда говорю, допустим, речевая структура была другая, мы по-другому слышим, мы по-другому это всё произносим. И из-за этого он становится объектом насмешек. Пожалуйста. И это пошло-поехало. Есть ли какие-то предпосылки, по которым ребёнок, скорее всего, роль этой жертвы примет и будет в ней долгое время находиться, как вот эти вот 39% детей, которые наверняка очень длительное время в этом всём жили и, в общем-то, ничего с этим не делали, почему-то вот там оставались? Здесь, на самом деле, очень серьёзный и сложный вопрос. Здесь, наверное, комплекс факторов, которые привели к этой истории. Во-первых, можно сказать о том, что ребёнок не имеет здоровые доверительные отношения, наверное, с семьей. То есть если ребёнок имеет доверительные отношения, он доверяет своим родителям, он уважает их, он видит в них защиту, то любая вот эта вот история, когда его поддели, причём систематически поддели, а иногда и буллинг бывает с, ну, скажем так, таким вот вредительством, когда периодически либо что-то льют в сумку, либо рвут, либо крадут, либо портят по другим ещё факторам, и это происходит не один и не два раза, то в этом случае ребёнок идёт к родителям и говорит об этом, говорит, это что-то не так. Либо сам эмоционально, ну, пытается сам разобраться с этим, либо с другими лицами, которые занимают, заменяют родителей, либо же как раз-таки доверительные отношения с педагогом. То есть относиться к педагогу как к доброму другу, наставнику, и в этом случае он может даже тихонечко сказать. Вот в этом смысле мы стараемся как раз-таки на кафедре попытаемся создать некоторые такие семейные взаимоотношения. У нас даже логан, да, свой слоган института «И по мой дом». То есть, да, чтобы могли обратиться, что-то случилось, расскажи мне тихонечко, на ушко, что с тобой случилось. То же самое примерно должно происходить и в семье, и в школе с наставниками, называемыми, да, то есть с педагогами. Это один, скажем так, случай. Следующий. Сама личность ребёнка. То есть если ребёнок сам от природы более инфантильный, причём я знала и, скажем так, не одноклассников, ребята с одной школы, настолько инфантильные и относятся ко всему, есть выражение, да, вот это вот мактуб «принятие судьбы», то они тоже не обращают, точнее, обращают на это внимание, не выпускают это на общее обсуждение, и это пытаются как принять некоторое положение, которое послано судьбой. Да, «йозмэш», вот допустим, наша любимая татарская, да, надо потерпеть, либо прекрасное православное, да, ударили в одну человеку, поставь другую. Вот это вот состояние принятия, наверное, даже не то, что инфантильность, принятие излишнее, то есть нельзя, мы должны говорить об этом детям. Следующий момент, неотработка личных границ, то есть ребёнок может научиться отстаивать свои границы, как только ему стукнуло три года. Это я, это вы, это вам нравится, но не мне, я сам сделаю своё, это моё. То есть вот как раз одна из основных задач, на самом деле, детского сада, это не научить первичным навыкам чтения счёта, это научить говорить «это моя игрушка, уйди», это моя каша, не дам, это мой компот, я сам выпью. Если это отработано, причём системно отработано, в игровой форме, театрализации, во время решения каких-то учебных задач, например, мы говорим, «Маша, ты хорошо рисуешь? Нарисуй!» А они говорят, «Нет, я буду рисовать!» Маша должна сказать, «Нет, ты рисовал в тот раз, а сейчас я нарисую». Воспитательница мне сказала. Право участвовать в выборе, кто же будет снежинкой. Следующий момент. Это, опять-таки, работа с родителями, если мы говорим про детей. Вы ребёнка родили, чтобы он был счастливым, а не только для того, чтобы он получил какие-то знания, отсидел, отгулял свои столько-то лет, сначала в садике, потом в школе. А потом в УЗИ. А с ними надо говорить, чувствовать, чем же дышит твой ребёнок, чем он интересуется, почему без каких-либо причин он грустный. Элементарно посмотреть, а куда теряются постоянно его кеды. Неужели ребёнок настолько рассеян, что он постоянно теряет что-либо? То есть получается, что всё-таки доверительное отношение с родителями, как ни крути, это такой своего рода, наверное, такой немножко даже гарант того, что ребёнок будет более безопасен в этом смысле, чем, например, тот, у которого нет таких отношений, который не придёт и не расскажет. Мы здесь не говорим про панацею, то, что семья здоровая, хорошие отношения, и никогда в отношении этого ребёнка ничего такого не будет. Может быть. Но даже иногда из-за этого может быть. Допустим, если ребёнок учится в определённых школах, где преобладают дети из определённых семей, и в этом смысле иногда на ребёнка из адекватной семьи нападают. Но при условиях как раз-таки здоровых отношений ребёнок сразу начинает понимать, что это что-то ненормально. Ребёнок в этом случае просто даже личностно понимает. Вот здесь сарказм, вот здесь подшучивание, а вот это совершенно другое, это я не принимаю. И он попытается хотя бы оттуда выйти. И если у человека есть пример здоровых взаимоотношений, он понимает, где ненормальные, нездоровые. То есть есть чем сравнить. И вот как раз-таки это сравнение, оно может стать толчком, как бы камнем, оперевшись от которого мы можем выпрыгнуть из этой ситуации. Не совсем хорошее воспитание, которое может в дальнейшем привести к определённым последствиям. Мы говорим, вот тётя Аня пришла, пообнимайся с ней. Ребёнок говорит, я не хочу. Она большая, она может быть наоборот колючая какая-то, либо от неё просто не так пахнет, либо она относительно меня что-то сказала, и я это запомнил. Я не хочу с ней обниматься. А мама подталкивает, подталкивает, ещё и другие говорят, надо обняться. Она же родственница, надо быть добрыми друг к другу. Нет, ни в коем случае. Ребёнок не захотел. У него своё состояние, своё отношение, и он имеет право отодвинуться. Не хочу я сегодня обниматься с этой тётей. Почему? А потому что, может, у меня настроение плохое, а может, я, в принципе, не люблю, когда ко мне вот прикасаются чужие люди. Это моя граница, это моё тело. Я имею право защищать. Вот как раз таки, когда мы отрабатываем определённые границы, определённое право ребёнка на какую-то, скажем так, автономность, в этом случае ребёнок всё-таки имеет уже личностные, эмоциональные, поведенческие инструменты уходить от ненормальности. А мы говорим, как раз в травле это ненормальность. И, кстати, в садике часто ведь порицается вот это, это моё. Это говорят, ты что, ты как-то так можешь. Или там, вот ты меня не обнимаешь, ты меня не любишь. Такое правда бывает часто, хотя вот действительно, это же вопрос личных границ. И дети это усваивают с самого детства, и потом как бы живут вообще с их отсутствием, и не понимают, почему столько в жизни проблем. Когда мы говорим про инструменты, если мы так, да, то есть, во-первых, видеть этого ребёнка, а это часто не происходит. То есть, либо мы притворяемся, что этого нет, вроде бы об этом и не говорим, значит, этого нет. То есть, попытка как раз-таки закрыть глаза на это. То есть, надо научиться это выявлять, диагностировать, изучать. Есть классная методика как раз-таки у моих знакомых, девочек, которые у нас работали, коллеги. Дарья Ханалайнан и Гелена Семёнова, они создавали как раз графические виньетки для выявления буллинга. И когда шли в школы, была проблема то, что школа говорит, не-не-нет, у нас никакого буллинга нет, ни в коем случае, тем более травли. Хотя это вроде бы как одно и то же, да? Всё у нас хорошо. Дети начинают рисовать, и практически в любой школе мы выявляли хоть что-то, относящееся к, ну, скажем так, ненормальным отношениям. То есть, они существуют. И дальше как раз-таки уже работа со специалистами. Если всё-таки есть классический буллинг, и это происходит систематически, уже идёт переход на психосоматику условно, то в этом случае мы вызываем уже специалистов. Это обязательно работа психологов, иногда и психиатров, если тяжело всё, скажем так, сложилось. Далее это в том числе работа, и я бы привлекла ещё и, ну, скажем так, полицейских. Почему? Потому что чаще всего, как оказывается, многие не понимают нормативную, правовую ответственность за то, что они творят. То, что есть у нас определённые, скажем так, санкции относительно доведения до суицида, до определённых эмоциональных срывов. И кроме моральной вины за то, что вы совершили, есть ещё и уголовная ответственность. Почему возникает агрессия у ребёнка, понятно. Это нормальная абсолютно, да, как вы уже сказали, реакция. Но почему ребёнок начинает именно травить? Вообще откуда появляется такая потребность в этом? Кого-то постоянно оскорблять, унижать в маленьком возрасте? Здесь, скорее всего, надо всё рассматривать в индивидуальном порядке. Кто-то пытается сделать перенос своей боли на кого-то, да. То есть, и часто это на самом деле для агрессора, для буллера, это, наверное, даже работает в некоторой степени до определённой позиции. Почему? Потому что агрессивность, она же не утихает только этим, да. Он перенёс свою боль на другого человека, побил, довёл до определённых, скажем так, действий. А дальше что? Чувство неудовлетворённости. Дальше ищет следующая жертва. А следующая жертва может не ответить, не отреагировать таким образом. Дальше. Это может быть как раз-таки желание самоутвердиться. То есть, допустим, ребёнок по каким-то причинам сам в этой группе занимает не совсем, скажем так, высокую социальную позицию. И в это же время в этой группе по каким-либо причинам появляется другой ребёнок. И наш первый персонаж желает таким образом поднять свой социальный статус. Ну, что называется, у нас все любят более сильных, более активных. И как раз-таки эту активность, организацию относительно какой-либо проблемы он может организовать в отношении этого ребёнка. Ну, следующий, наверное, момент, то, что буллинг, он в основном ещё происходит именно группой в отношении одного персонажа, да, то есть, групповой такой. Почему? Потому что группе сильнее, и группы нападать проще. С одной стороны, а с другой стороны, дружить против чего-то намного легче, чем дружить ради чего-то. Иногда под этот буллинг могут включаться и другие субъекты совершенно изначально сюда не задействованные, да. Ну, например, там, как раз не смогли сделать какой-то проект. Находим жертву, из-за которого это произошло. И начинаем его, скажем так, воспитывать. В какой-то момент это выходит за рамки воспитания, ну, что называется, за рамки нормальности, и происходит как раз-таки массивная травля. Куда может подключиться и администрация, и другие учителя, которые тоже не получили какое-то благо от этого. Допустим, условно мероприятие не провели, медали не получили, нашли виноватого. И как раз третья модель, в этом случае всё от семьи, что называется. Если ребёнок жил в семье агрессоров, он другую модель поведения не видел. Он умеет общаться только силой. Силой ругательных слов, давления, насилия, манипуляции и так далее. Вообще, получается, так или иначе, в любом случае, под вот этим желанием сделать кому-то плохо, больно, на кого-то сорваться, всегда лежит какая-то проблема личная, и какая-то всегда боль. Потому что, наверное, и по наблюдениям, и по моим таким личным ощущениям, даже простая агрессия появляется в момент такой уязвимости, когда тебе как-то больно, плохо, и ты чувствуешь, что ты в каком-то ключе сдаёшь позиции, и ты почему-то оказался каким-то слабым и несчастным, и что-то, появляется агрессия, как защитная реакция, потому что так проще с чем-то справиться. Ну и подозреваю, что в случае с буллингом это какая-то очень сильная проблема, очень сильная может быть даже травма у ребёнка. Благодаря этому он пытается с ней справиться. Можно так сказать? Да, согласна. То есть есть как раз такая проблема. Перенос, допустим, часто сейчас в период лагеря, если ребёнок оказался в другом городе, в других условиях, от один до дома не дозвонится, телефон не ловит, негде выговориться, допустим, любимым друзьям, которые не здесь со мной, то это может произойти. То есть находим просто жертву и на нём отыгрываемся. Причём при этом мы можем... Мы же знаем, что это временно, мы здесь. То есть, а дети, причём агрессор, он бывает довольно-таки сообразительный. То есть мы здесь ненадолго, потом это явно не будет иметь определённых последствий. То есть школа эта за мной не уйдёт. Значит, можно оторваться. Ну, тут есть, конечно, в случае буллинга, в целом, травли очень такой наглядный, очень жестокий, я считаю, пример. Это фильм «Чучело», по которому в целом можно было бы вот разбирать. Значит, разбираем буллинг на примере фильм «Чучело», потому что очень наглядно. Все, наверное, три стороны, я думаю, там как раз можно найти. И в случае агрессор, как раз там была компания. Причём ведь была такая, основной лидер был, девочка «Железная кнопка», да, её называли, потому что она была очень такой принципиальной и очень не хотела... Бойкот объявляем. Да, и всегда хотела вот эту вот справедливость. У неё там были проблемы с мамой, и она всё благодаря... Из-за неё пыталась эту справедливость восстановить и вернуть. И, в общем-то, таким образом, наверное, пыталась как-то этот сценарий отыграть. Что делать, если родитель, например, замечает, в общем, у своего ребёнка какую-то неконтролируемую агрессию или узнаёт о такой ситуации, что вот ребёнок, вот, допустим, говорят ему, что очень, и он жесток, и вот может быть даже как раз ситуация прям откровенной травли, что он вот над кем-то издевается. Как ему помочь, как реагировать вообще на это? Здесь нужна уже систематическая... Причём надо посмотреть, подумать. Это у него эпизодическая ситуация, либо же он постоянно таким образом пытается эмоционально перезарядиться, да? Как раз в лагере, когда работала, был ребёнок, и там была довольно-таки сложная ситуация, то, что родители разводились. Родители разводились, родители состоятельные, и у них просто физически времени не было на эмоциональное общение с данным ребёнком, объяснение, почему же так произошло. И они пытались это компенсировать деньгами. Причём между собой родители были дружны, что удивительно, да, но они расходились. Что делал ребёнок? Вымещал всё это на окружающем круге друзей, товарищей, которые вот сейчас, в данный период, попали в лагерь. В том числе и на вожатых, то есть на меня это попало, как на вожатую. Буквально очень долго сконфликтовали с этим ребёнком, но всё-таки в конце подружились, когда как раз-таки мы проговорили, по какой причине именно этот человек стал причиной, точнее, объектом его воздействия. Что он сам чувствует? Что он хотел бы изменить в этой ситуации? Понимает ли он всю серьёзность? Опять-таки мы должны показать то, что существуют нормативные акты, правовые акты, правовое воздействие на его действие. И далее уже опять-таки подключаем специалистов, которые бы помогли хоть как-то поразрядить эту обстановку. Это могут быть как раз-таки медиаторы с психологической подготовкой обязательно. Это могут быть даже, скажем так, тренинговые некоторые занятия. Далее надо ещё детям показать то, что существует довольно-таки много возможностей выпуска, агрессивной энергии в социально приемлемой форме. Называется это сублимация. У вас всё кипит, хорошо, вот тебе груша. Есть футбол, есть хоккей, которые, можно сказать, все групповые виды спорта, они агрессивны. Они как раз направлены на выплеск эмоций. Откричись, проговорись именно на футбольном поле. И иногда после того, как натворишь, да, в процессе, скажем так, этого творения есть какая-то эмоциональная разрядка, но потом как-то не совсем хорошо. То есть есть определённая жалость, симпатийность, причинённое зло, оно же обратно возвращается. Ну и проговорив про жертвы прогрессоров, вот такой вопрос, насколько здесь поможет перевод в другую школу? Да, здесь надо смотреть, а куда переводить? То есть совершенно другой микрорайон, либо другая страна, другой город. Здесь определённые, скажем так, есть проблемы. И, ну что называется, да, этот ребёнок ушёл из этой школы, в которой его булили. А в другой это... Есть как раз-таки гарантия, что это не совершится. Отработаны ли модели поведения у твоего ребёнка, который стал жертвой? И не произойдёт ли аналогичная ситуация в той старой школе, когда туда придёт совершенно другой ребёнок? То есть это системная работа. Только поменяв школу, мы проблему не решим. Поменяв город, тоже не решим. Это идёт как цепная реакция. То есть можно даже сказать отработка кормы. Да, то есть если мы эту проблему не раскрыли, не обговорили, не узнали, а почему же ребёнок периодически попадает в данные грустные истории и стоить с другой стороны, либо он постоянно на кого-то нам нападает, либо постоянно на него нападает, мы, поменяв географическое положение, ничего не решим. Давайте перейдём к третьей стороне наблюдатель. То есть человек, в нашем случае, пока мы детей обсуждаем, ребёнок, который просто видит вот такую ситуацию, что кто-то над кем-то издевается, кто-то кого-то травит. Я была наблюдателем, и надо сказать, что с массой неприятных чувств я столкнулась, и для меня это до сих пор одна из таких непростых историй в жизни, в моей биографии, скажем так. Ужасные были отношения в классе, и вот как раз была история, что девочку очень-очень сильно, очень жёстко издевались, травили, а я только перешла в эту школу. Я приходила, я плакала, я говорю, господи, как так может быть? Какой ужас! Как мне было жалко, как мне было ужасно! Но при этом вот с какой проблемой сталкивается наблюдатель, что не знает, как действовать. Потому что когда предпринимаешь действия, тоже ты рискуешь стать в этой ситуации жертвой. И я вот как бы и равнодушной оставаться вообще никак не могла. И при этом любые попытки оборачивались для меня, в общем-то, тоже не очень приятными историями. Ты ребёнок, и ты, в общем-то, не понимаешь, как и бросить человека не можешь, и при этом помочь адекватно, потому что себя защищать тоже не умеешь. В этом случае надо ещё разобраться, а в каком были вы в положении, да? То есть просто свидетель, подстрекатель, либо пособник. То есть а что вы хотели сделать, да? То есть есть участники, которые не являются непосредственным участником этой истории, но, что называется, подливают как раз-таки масло в огонь. Ну, если мы возьмём вот как раз-таки чучело, да, то там есть классный руководитель, да, который видел, понимал то, что это происходит. Тем более человек с опытом. Мы иногда начинаем буквально спиной чувствовать, что тут происходит, какие тут взаимоотношения. А что она сделала? Она уехала отдыхать. Как раз-таки с этого момента у нас буквально всё и началось. Она не активный участник, но в то же время как раз-таки тот человек, который это допустил, который это видел, ощущал, но не вмешивался. Какие её мотивы? А где Лена Бессольцева? Да вот она. Бессольцева? Да вот она. Господи, смотрю на тебя и не узнаю. А ты чё же одеть-то? Нельзя в школе в головном уборе. Ты чё-то отстриглась? Она спалила волосы у костра. Ну хорошо, про костре потом. Следующий момент. Бывают люди, которые получают эмоционально просредованную разрядку. Можно сравнить, в принципе, наблюдателями за боксом. Да? То есть зачем люди идут смотреть других людей, которые друг друга бьют? Вот это вот перенос своих эмоций. Здесь опять-таки спрашиваем, а зачем ты об этом не говоришь? Что ты чувствуешь, когда это видишь? Следующий момент. Как раз-таки люди, которые пытаются что-то изменить. Их активная позиция. Но в этом случае я бы им порекомендовала быть более осторожными. Потому что как раз ваше ощущение, если бы я вмешалась, то скорее бы там двое забуленных бы было. Это да, это правда. Лезть в эту историю стоит очень осторожно. И более быть подготовленным, когда мы пытаемся решить эту проблему. Ну и дальше. Как мы пытаемся здесь действовать, привлекать более компетентных людей. То есть ребенок не всегда может решить те ситуации, те войны, которые происходят среди них. Ну и дальше, в принципе, активная позиция. То есть если вы хотите добра, мира и здесь, как и у вас дома, значит надо с этим бороться. Но осторожней. То есть как бороться? Через кого? Во-первых, прощупать. А кто ваш потенциальный друг? Кто также не удовлетворен со стороны взрослых? Кто также не удовлетворен данной ситуацией? Как я с ними могу разговаривать? Как они отнесутся к моей проблеме, к моему запросу? Ну что называется, здесь еще может быть еще опасность. Если ты об этом говоришь, значит, либо ты сама жертва, либо, скажем так, какие-то твои интересы там тоже задействованы. И следующий момент, с которым, наверное, стоит бороться, это вот как раз-таки позиция не очень-то хорошая в отношении желающих в эту историю вмешаться. То есть ты настучал. И вот эта вот позиция, ты настучал, ты проговорился, ты вынес ссор из избы. У нас порицается быть недовольным ненормальным состоянием. То есть это же страшно. То есть мы видим то, что ребенку плохо другому. Но говорить об этом не могу, потому что это порицается. То есть вот это вот отношение, отношение к стукачам, людям, которые пытаются добиться праведности, чем-то бороться, защитить кого-то. Это довольно-таки опасная ситуация. То есть мы должны научить детей совершенно другой позиции. Агрессоры часто давят на это. Ты побежишь жаловаться сейчас, кому-то расскажешь, что тебя обижают. Это как будто такой немножко вызов, как будто на слабо. То есть знаю, знаю, сейчас ты... И правда в том, что действительно это работает. То есть в случае с детьми. А вот почему оно работает? Опять-таки, вот как раз-таки, наверное, это общая наша социальная проблема российская. Это что мы не умеем говорить о проблеме. И мы видим ненормальность, но как-то об этом говорить нехорошо. Ну и ладно, бывает такая ситуация, что ребенок не рассказывает, дети не рассказывают. Но гораздо страшнее, когда это игнорируют взрослые. Бывает такое, что это игнорируется родителями. Причем часто, к сожалению, как будто бы сознательно. Потому что сложно не заметить, когда на протяжении долгого времени такая ситуация, допустим, в классе. Причем весь класс в этом так или иначе задействовал. И администрация, школы никак не реагируют, хотя тоже видят, знают, догадываются. Как быть в такой ситуации, как будто бы здесь тоже, как в случае с семьей, важны доверительные отношения. И администрация как будто бы должна в этом участвовать и реагировать на такие вещи. Что делать, если такого не происходит? В этом случае мы опять-таки говорим, что главное у нас отношение доверительное. Причем оно должно идти именно от администрации. Дальше определенные курсы, семинары, разговоры, может быть, нотации. О том, что надо обращать на внимание. Это очень серьезно. С привлечением определенных специалистов. Можно даже рассмотреть кейсы, которые были связаны с этой историей. Например, как раз можно даже фильм показать и обсудить, до чего это может довести. Реальных ситуаций еще больше, даже страшнее, чем фильмы сняты. И должно прийти, наконец-то, осознанность у администрации, у педагогов, у вспоминательного. Иногда баба-мания, какая-то уборщица, может также доводить девочек до определенных, скажем так, ситуаций. В актеры, тем более, да, то есть обучить, создать осознанность, условия для развития осознанности у всего персонала и всех субъектов системы образования. Только в этом случае мы вовремя сможем это выявлять, а это будет, потому что агрессивность есть, надо эмоции куда-то выплеснуть. В эмоциональном плане мы очень невоспитаны, то есть неотработаны, мы не образованы в эмоциональном плане. И научить правильно реагировать, то есть буквально с инстанциями, на каком этапе, кого мы можем подключать, как мы это можем отработать. Иногда до судебного, а иногда и в судебном порядке. И адекватно относиться к этому. Надо научиться говорить и принимать сам факт, что это возможно. Как будто бы такое игнорирование происходит потому, что со стороны взрослых, скажем так, они не понимают, до чего это действительно может довести, до каких очень страшных и серьезных последствий. А со стороны детей замалчивание происходит потому, что нет уверенности, что помогут и поймут и не будут осуждать. Поэтому, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это об этом говорить. Говорить много, говорить с людьми, которые в этом разбираются, которые могут помочь. И понимать, просто признать тот факт, что так бывает. Об этом нужно говорить, не нужно молчать и с этим нужно обязательно бороться. Очень обширная тема, очень большая, очень сложная, но нам пора заканчивать. Но я думаю, что мы много, на самом деле, полезных сегодня вещей сказали. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам, дорогие друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»